Друзья, всем привет! Сейчас мы разберем очень интересный вопрос, а что значит вообще пропустить пешехода с точки зрения правил. А то у нас очень много разногласий, что на экзаменах в ГИБДД, что с инспекторами ГИБДД. Поехали! Итак, одна из распространенных ситуаций, когда мы проезжаем пешеходный переход, через несколько десятков метров или сто метров нас останавливает инспектор ГИБДД, у меня уже было это дважды, и начинает мне вменять, что я не пропустил пешехода. Либо на экзаменах в ГИБДД ученик думает, что он пропускает пешехода, но на самом деле он его не пропускает. Что еще хуже, бывают ситуации, когда нам не надо останавливаться, но ученик думает не так, и он делает достаточно экстренное торможение для того, чтобы пропустить пешехода, а его вообще в этой ситуации пропускать было не надо. Поэтому, чтобы многим новичкам не отвечать на этот вопрос, очередной раз я решил записать видео отдельное, где мы разберемся в этом вопросе, а что вообще значит, когда мы пропускаем пешехода, а когда мы не пропускаем пешехода. Итак, с точки зрения ПДД, пешеход это такой же участник дорожного движения. И по некоторым пунктам правил, а это у нас идет 14.1, где у нас написано, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть трамвайной пути для осуществления перехода. Ну и сразу еще один пункт, который нам также обязывает пропустить пешеходов, это 8.3. Давайте тоже его почитаем. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги мы пропускаем пешеходам, велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средств индивидуальной мобильности, путь движения, которых он пересекает. Но здесь возникает вопрос, а что значит у нас вообще уступить дорогу? На этот счет тоже у нас в правилах есть определение. И давайте мы его тоже прочитаем, потому что это очень-очень важно. Итак, уступить дорогу, а значит не создать помех, это требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения и скорость. Прошу обратить внимание, что в данном определении не помечается, про каких именно речь идет участников дорожного движения. То есть это касается и пешеходов, и водителей. Что у нас получается? Что если мы едем на автомобиле, как водители, и в тех пунктах 8.3 либо 14.1 мы должны с точки зрения ПДД уступить дорогу пешеходам, а значит не создать им помех, это значит, чтобы наш проезд не выдумил их изменить свою скорость движения и направление. То есть если вы остановились частично на пешеходном переходе, а пешеход вас начинает обходить или перелазить по пешеходному через ваш капот или крышу, конечно, вы ему не уступили дорогу. Если пешеход такой шел, 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 но видит, что вы его не пропускаете, и он остановился, он изменил свою скорость, соответственно, вы также ему не уступили дорогу. Но здесь очень важный момент. У нас очень часто вменяют нарушения в тот момент, когда пешеход не дошел до проезжей части. Также люди некоторые не сдают экзамен, когда пешеход был еще в 3-4 метрах от проезжей части. А здесь давайте мы еще раз почитаем. Водитель транспортного средства, приближающий к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления маневра. То есть получается, что мы должны уступить дорогу пешеходу, когда он либо уже идет, либо когда он уже вступил на проезжую часть. Что такое проезжая часть? Ну, грубо говоря, это от бордюра до бордюра. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что если пешеход не вступил на проезжую часть, а ровно не двигается по ней, значит водитель не обязан его пропускать. Но, но вспоминаем опять-таки на трактовку, что значит уступить дорогу. Это значит, что пешеход, имея преимущество, а он по отношению к нас имеет преимущество, не должен изменить свою скорость. То есть получается, что если пешеход идет к пешеходному переходу быстро-быстро-быстро, начинает смотреть по сторонам, видит, что вы не тормозите, вы его не собираетесь пропускать, и он делает остановку, не наступив на проезжую часть, из-за того, что вы его не пропускаете, это тоже будет являться нарушением, потому что он имел преимущество, он изменил из-за нас свою скорость. Любой адекватный пешеход не будет наступать на проезжую часть, потому что это будет опасно, да, потому что водитель несется. Ровно как и наоборот, пешеход может стоять в метре от проезжей части, развернувшись спиной к проезжей части, разговаривая по телефону, пешеход останавливается для того, чтобы его пропустить. Он не собирается идти, он уже стоит, он никак не может изменить свою скорость. То есть мы никак не можем создать ему помех, если мы продолжим движение. Вот опять-таки надо смотреть вдаль. Вы смотрите издалека, видите пешеходный переход. Вы начинаете смотреть, не идет по нему кто-то или не идет. Нам это не должно быть интересно, потому что пока мы до него доедем, пройдет несколько секунд. Нам нужно смотреть, подходит ли кто-то слева-справа. И мы начинаем смотреть, в каких метражах, насколько далеко там идут люди, есть ли они там вообще и какая у них скорость. И если получается так, что вы видите, что в 5 метрах бежит человек, либо идет быстрым шагом, а вам до пешеходного перехода еще метров 40, пусть у вас даже может быть 50-60 км в час скорость, нужно понимать, что через 2 секунды он на нее наступит или даже не наступит, но он изменит свою скорость из-за того, что мы не остановились. Это будет с точки зрения ПДД нарушение. Инспектор вправе вам выписать штраф, а инспектор на экзаменах вправе вам поставить незадачу по причине того, что вы не пропустили пешехода. Если пешеход уже наступил на проезжую часть и продолжает там идти, конечно, все, мы должны его уступить дорогу. Но если он к ней только подходит, нужно оценивать, успеете вы проехать, чтобы он и свою скорость не изменил из-за нас, и не наступил на проезжую часть. И только от этих двух факторов как бы плясать. И еще хочу обратиться к новичкам. Бывает такая ситуация, когда вы что-то проспали. Да, действительно, пешеход наступил на проезжую часть. Да, действительно, он уже прошел. Но, допустим, дорога 6 или 8 полосная. То есть вы едете вот здесь, проезжаете пешеходный переход, пересекаете его вот в этой точке, а пешеход только начал движение вот здесь. И ученик, не думая о том, забывая о том, что взади едут люди, он как даст на тормоз, кричит, да, я так экзамены могу не сдать. Естественно, нам как даст взади груженая газель. 5 таких случаев было в моей практике. Поэтому тут нужно понимать, что экстренно нажимать на тормоз никогда нельзя, если у вас нет экстренной ситуации. То есть даже если в ситуации, вот мой вам совет, ребят, когда пешеход уже идет, вот он уже идет, а вы несетесь 40, вы проспали, вы вовремя его не увидели, но вы понимаете, что вы проедете, никакого риска даже нет его зацепить, что он в момент пересечения пешеходного перехода будет там в 5, в 10, в 20 метрах. Я не советую резко тормозить, потому что взади может так прилететь, что мало не покажется. А так, конечно, нужно смотреть, друзья, по ситуации. Еще раз, пропустить пешехода, это значит, как и пропустить любого другого участника дорожного движения. Это значит, он из-за наших действий, когда мы проезжаем или когда мы останавливаемся, неважно, не должен изменить свою скорость и не должен изменить свое направление. Ну что ж, а сегодня на этом все. Если вам что-то непонятно, спрашивайте вопросы в комментариях, ну и напишите свои мысли по поводу этого. Какие у вас были случаи, а я знаю, их всегда очень много, когда вменяют нарушение, когда его нет, либо наоборот, ученик перестраховывается и очень резко тормозит в тот момент, когда вообще не нужно было этого делать. Не забывайте подписываться на канал, поддержите лайком данный видеоролик. Ну а я, как всегда, вам всем желаю удачи на дорогах всем. Пока-пока.